привет всем мы с вами находимся на стыке двух можно сказать даже эпох потому что вот эти два здания вы видите как они различаются даже по цвету но они мало различать по стилистике просто вот это оно такое побогаче декор это поспокойнее но если мы зайдем внутрь то мы конечно удивимся разница внутреннего бранса потому что это у нас и суповский дворец а это на самом деле бывшее здание главного военного суда российской империи и и там и там случились два события с разницей ровно в 10 лет буквально без 10 дней здесь события случилось 16 на 17 декабря 1916 года а здесь события случилось 26 декабря 1906 года то есть если бы буквально чуть-чуть если бы у дмитрия павловича не нашлось времени в его календаре 16 на 17 а допустим нашлось бы 26 то тогда был бы вообще ровно год и конечно же об этом здании и о событии которое произошло здесь рассказывают все подряд и гиды и вот эти вот проплывающие мимо на корабликах а вот о том что произошло здесь не рассказывает никто более того об этом собственно мало даже кто знает значит ну понятно что здесь у нас случилось убийство григория ефимовича распутину у нас в принципе была лекция с моим значит коллегой егором яковлевым это был первый выезд его москву и вытащил и потом у нас был даже целый тур по некоторым городам и весям под названием пиар охота на царя во время которого было подробно рассказано как была организована вот этот пиар компания на основе распутина какую роль там играл такой замечательный в кавычках человека гучков и так далее также у меня есть отдельный выпуск еще старый из серии россии чужой взгляд где я тоже стою чуть-чуть там подальше и расскажу об этом все но значим мы естественно хронологическом порядке начнем вот с этого здания которое сейчас там затянута сеткой дело в том что как возможно некоторые из вас знают если вы смотрели там большинство моих выпусков и не только у меня но еще на других разных ресурсов 1905 1906 год это разгар терроризма и откровенного бандитизма я отсылаю вас книги анны гейфмана на эту тему она там приводит страшные цифры порядка по моему 15 тысяч человек пострадавших разных рангов ну если мы даже пройдемся по верхам то два министра внутренних делал степягин и вячеслав кантинович плеве что уж тут говорить если даже боевая организация социалистов революционеров мудрилась укокушать собственно великого князя сергей александровича дядю царя прямо на территории кремля ну и там еще огромное количество всевозможных жертв политического террора но с этим надо было что-то делать и почти в течение 10 лет 9 если быть точным наш ну один из героев нашего повествования владимир петрович павлов занимал должность главного военного прокурора в петербурге ну и соответственно как бы мы рассказали северо-западном округе а затем он был назначен главным военным прокурором российской империи именно ему принадлежит инициатива ведения военно-поедевых судов нас почему-то все время приписывают эту инициативу петру аркадьевичу столыпину он конечно был парень жесткий тем более но после взрыва его дача на аптекарском острове у него были даже лишние мотивы с этим бороться но нет изначально с этой инициативы ступал именно а павлов помимо этого он провел реформу вот всей этой военно-военно судебной системы вычистил оттуда не квалифицированных специалистов но это давняя история там начиная с аспиранского да то есть как только приходит какой-то начальник который пытается привести ваше ведомство в некий должный вид вот я слышу как за моей спиной рассказывают про вот да 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 вот про все право про это про распутина про старца про все про все такое и как только начинаются какие-то очистки естественно человек становится ненавидим всем контингентом который пострадал в результате подобных действий был не исключением и павлов это раз во вторых конечно же передовой российской общественностью такие кардинальные меры как система военно-поедевых судов было принято в штыки особенно злорадствовали на эту тему партия кадетов именно члены партии кадетов злорадствовали конституционных демократов которые постоянно лавировали на самом деле между революционерами и правительством между терроризмом и терроризмом они и не как бы открыто и не приветствовали терроризм но и не осуждали это кстати была большая проблема я все никак не соберусь не сделал об этом отдельный выпуск его по идее надо быть делать конечно возле таврического дворца где происходило заседание государственной думы и где все эти страсти собственно и кипели и конечно же после того как столыпин подписал постановление о ведении военно-поедевых судов а что это такое было это вас ловят да и если вас судят в течение 24 часов приговаривать смерти казни если находят прямое доказательство вашей вины никаких обжалований никаких адвокатов вообще ничего ну и конечно же большинстве случаев вас приговаривали смертной казни кара жестокая мера такая крайне скажем так негуманная было казнено значит по разным данным разные цифры приводят но в среднем где-то 3000 человек однако учитывая скажем количество даже жертв до от террористов мы видим строгую пропорцию но и тем более когда мы знаем что там случилось уже там несколько десятилетий спустя эту сумму количество 3000 уже кажется несколько в ином свете нам предстает хотя опять таки вот здесь это вечная проблема слеза ребенка достоевского и вот что от чего бомбит до всех сталинистов и значит можно ли людей убивать при этом считается что опять-таки царской правительство не имела права на политические репрессии а советское правительство почему-то имела право на политические репрессии ну то есть тут как бы надо подвести единый знаменатель под любую систему либо мы и там и там это позволяем санкционерам либо мы и там и там это запрещаем и собственно тогда понятно у нас все время какие-то половинчатые меры да монархисты рассказывают про сталинские репрессии, столинисты рассказывают про царские репрессии. И по итогу и те и другие белые пушистые. Так не бывает, я вам открою страшную тайну. Рыльца в пушку обычно у всех. Но царское правительство, которое было на самом деле, если мы будем смотреть вперед, абсолютно вегетарианское, вот оно не... Ну, оно как бы боялось на самом деле применять такие жесткие меры. То есть если мы посмотрим биографию любого революционера, то мы увидим, что его арестовывали. Сначала мягкая ссылка, потом пожестче ссылка, потом еще одна ссылка, откуда они постоянно бегут, потом даже, может быть, каторга. Вот, например, глава, первый глава боевой организации социалистов-информационеров Гершуни умудрился даже с каторги бежать. Ну, о чем тут дальше говорить, да? Поэтому, конечно, меры Павлова воспринимались, ну, вот, просто очень жестко. Его назвали кровавым палачом, что у него там руки по локоть в крови, ноги, я не знаю, там, поколение. И особенно злорадствовала газета «Речь». Это такой рупор, собственно, всей вот этой прогрессивной общественности, кадетствующей и так далее. Ну, и охотились на Павлова, он это знал. И в итоге он поселился вот прямо вот в этом доме, и он там что предпринял? Он там даже соединил свою квартиру. Это была нормальная история, когда вы занимаете какой-то ответственный государственный пост, и вам предоставляется казенная квартира. Некоторые, кстати, знаете, что делали? Они жили в казенной квартире, а свою, ну, имеющуюся у них там жилплощадь, которая была порой весьма обширная и многочисленная, они сдавали. То есть, как бы, двойная выгода. Но были такие ситуации, когда людям это действительно было крайне важно. Вот я помню, например, о воспоминаниях начальника московского охранного отделения Мартынова, да, он говорит о том, что это было крайне, конечно, полезно для его бюджета. У него там была квартира, и он даже с залом заседания, судим на заседание, соединил ее коридором, чтобы как можно меньше даже внутри двора выходить на улицу. Он практически не покидал этот дом, это протяженное здание, прорезанное, кстати, трубами печного отопления. Гулял там во внутреннем дворике, и, значит, матрос Егоров, который участвовал в кронштадтском мятеже, подаваемом нам, естественно, опять-таки, я помню, в школе нам рассказывали про вот этих боевых прекрасных матросов, которые восстали против злобных кровожанных офицеров. А на самом деле, если мы посмотрим по факту, то выясняется, что Егоров убил там двух офицеров, причем одного вообще, такого, который пользовался любовью, уважением у всех остальных матросов. Ничего у них там не вышло. Егоров, понимая, что ему за это грозит военный трибунал, свалил со службы, то есть он был фактически дезертирован. Примкнул к северному боевому летучему отряду, которым заправлял такой Карл Трауберг, тоже личность весьма примечательная, но о нем как-нибудь в другой раз. Он, переодевшись в солдатскую форму, значит, подошел сюда 26 декабря с разносной или разносной книжкой, да, это такой книжка-справочник, где отмечаются письма, которые ты должен доставить по адресу. И вот, опять-таки, вот система, понимаете, ну, дом оцеплен, туда не проникнуть. Но там были военные писари, которые сочувствовали революционным идеям. И один из них, соответственно, дал знак на улице, что Павлов вышел на прогулку. Егоров зашел, якобы, с донесением. Его пустили, опять-таки, прекрасная система охраны. Да, и он расстрелял Павлова на глазах у его жены и его ребенка. Разные есть версии, то есть, например, очень подробно описано это в той же самой газете «Речь», то есть, в выпуске 28 декабря. Кстати, она есть, вы можете погуглить. Я вот буквально перед выходом сюда читал некоторые, значит, описания того, что там случилось из этой газеты. Там, например, что сказано. Он выпустил всю обойму, пристрелил этого Павлова. Кстати, по другой версии, Павлов там пытался тоже отстреливаться, но пистолет дал осечку, и он, типа, развернулся и умело понырив голову, пошел, значит, к своему дому, получив все остальные пули в спину. Павлов выбежал сюда, побежал к улице Глинки. Значит, выбегая на театральную площадь, он... А там, кстати, на театральной площади была толпа, которая выстрелилась в очередь с билетами в Мариинку. Он там ранил мальчика, мальчик, слава богу, выжил. А на поцеловем мосту он, значит, пристрелил городового своего тезку. Городового точно так же звали Егоров. И вот дальше он побежал по, ну, тогда офицерской улице нынешней Декабристов, свернул в Ливийном переулке, где казанская полицейская часть располагалась. Я о ней, кстати, упоминал в прошлом выпуске, где я рассказывал про эксфонарном переулке. И побежал дальше по каналу Грибоедова нынешнему, а тогда Екатерининскому каналу. И вот там, где-то в районе как раз Мариинки, он стал переразжать свой револьвер. И там-то его, собственно, и захватили. Судили его тем же самым военно-полевым судом. Приговорили к смертной казни, но даже не знали, кого они казняют, потому что он так и не сознался в том, кто он есть такой. По описаниям, у него было два, значит, револьвера. Один из них, как написано в заметке, новейшей системе, системы пара-дефис-белум. То есть он отстреливался прямо как в боевике из двух стволов. И отстрелявшись под толстых переразжительных патронов у него было достаточно с собой. И вот, чтобы вас погрузить в контекст эпохи, я просто хочу зачитать вам одну колонку из той же самой газеты «Речь» за 28 декабря 1906 года. Она называется «Важнейшие известия». Ну, первое известие. В Петербурге убит главный военный прокурор генерал-лейтенант Павлов. Дальше. Казнены в Варшаве трое, в Телаве двое, в Вальтенбурге четверо. Приговорены к смертной казни за нападение около Сгержа. Девять человек, троим из них смертная казнь заменена бессрочной каторгой. В Ростове-на-Даму состоялось соглашение прогрессивных партий, кадетов, социал-демократов, союза полноправия евреев. Вильне арестован секретарь еврейского избирательного комитета и отправлен и отобраны все бумаги последнего. В Харькове арестованы 12 человек, как полагают, избирательный комитет социал-демократической партии. В поселке Амур взорвалась бомба, причем погибли три казачьих офицера Калуточный городовой. В Киеве закрыта газета «Киевская речь», в Тифлисе закрыта армянская газета «Еркир». Вильне редактор новой газеты «Утро» оштрафован на 500 рублей за первый же номер. В Киеве хозяин купеческой гостиницы, в которой взорвалась бомба, подвергнут аресту. За три месяца гостиница же закрыта на все время военного положения. Я хочу напомнить, что бомбы террористы предпочитали как раз изготовлять в гостиницах. Это было им крайне неудобно. Ну и они действительно взрывались. Вот в гостинице Бристольно-Исаакевской площади был взрыв швейцар, там разлетелся на Карпускулы. Большая Северная, нынешняя Октябрьская, это Покатилов, да, точно так же распластался по стенам. Это мы пока говорим все, ну, это все были представители боевой организации социалистов-революционеров. Но вот, пожалуйста, вам еще ряд сообщений. Купеческая гостиница. В Тифлисе снова произведено покушение на жизнь служащего в полиции прапорщика Ла Ладзе. В Риге городовые застрелили неизвестного не остановившегося на Окрик. В Одесской тюрьме шестой день длится голодовка политических. В Тифлисе убит священник Городцов. В Севастополе часовую убил выбранившего его арестанта. В Варшаве тяжело ранен фабрикант Робинович. Ранен владелец пекарни Гольцман. Облит серной кислоту и фабрикант Лендерман. В Тифлисе убиты два купца и ранен один. В Царице не при попытке четырех арестантов. Багиавство двое из них застреляны. В Риге ранен солдат патруля. В Варшаве при аресте анархистов последний ранен двух агентов охранного отделения. В Саратовском уезде сгорела усадьба Нуфельда, в которой был расположен отряд конной стражи. В Бобруйске сгорела лесопильная Гетцова. Убыток 100 тысяч. Ограбленный. Тут перечень того, сколько всего ограблено было. Вот. Персидский шаг скончался. Ну вот вам, пожалуй, один день из жизни Российской империи. Взрываются бомбы, взрываются казачьи патрули. И, значит, охрана убивает сбежавших арестантов, анархисты убивают городовых и так далее, и так далее. Все цветет и пахнет. Ну и как вы с этим будете бороться, да? Вот система военно-полевых судов более-менее как-то с этим справилась. Павлов был убит. На этом история не закончилась, как вы знаете. Но надо сказать, что 1906 год все-таки был, ну, таким последним среди череды убойных террористических лет. Начиная с 1907 года эта волна пошла на спад. Потом было разоблачение Евна Азефа. Ну а когда в 1911 году в Киеве был прямо в здании театра убит Петр Аркадьевич Столыпин, это уже вызвало какое-то, ну, омерзение даже у прогрессивной общественности. То есть люди устали, устали от убийств и террора. И где-то с 2011 по 2014 год страна жила, ну, в таком относительном спокойствии, но в преддверии, как вы знаете, надвигавшихся других событий. И вот об этом-то как раз мы и начинаем говорить, перемещаясь уже к этому дворцу. Значит, я не буду сейчас подробно рассказывать ни про Распутина, ни про там всех остальных ребят. То есть если вкратце вспомнить, да, то есть черные силы. Черные силы веют над страной. Это слова Порешкевича, одного из участников, да, убийства Григория Ефимовича Распутина. Он это кинул с трибуны в Государственной Думе. На этом заседании как раз присутствовал Феликс Юсупов. А у Феликса Юсупова тоже, ну, такая, не то чтобы сложная судьба, какая может быть сложная судьба у юноши, который не знает, сколько у него бабла и сколько у него дворцов, да. Но у него был старший брат, который погиб во время дуэли. Старший брат любил наряжать Феликса во всевозможные женские платьицы и возить по всему нужным притонам. И Феликсу это очень нравилось, выступать там. И как вы знаете, и как вы понимаете, это, конечно же, не отложило никакой отпечаток на его детскую психику. Затем был уволен, ну, достаточно позорно уволен его отец. С довольно весомого поста, который он занимал, поговаривали, что Распутина приложил к этому, собственно, руку. Мать как-то в сердцах сказала, вот, кто бы его убил, этого, значит, дальше не буду говорить кого. О, Феликс это слышал. Ну и, в общем, короче, он явился к Пуришкевичу, сказал, что он готов участвовать в заговоре, предложил свою кандидатуру. Пуришкевич был, конечно, тот еще фрукт, он этого, знаете, прямо ему сейчас участвовать в какой-нибудь программе «Пусть говорят». Он там в Государственной Думе, когда у него закончились аргументы, просто выплеснул оппоненту воду из стакана. Затем он троллил этих всех, значит, прекрасных людей 1 мая, вдев гвоздику не в петлицу пиджака, а в ширинку, да, и ходил так по зданию. Ну, веселый был парень. Но, кстати, все равно, не бесполанный, стихи писал интересные, в общем, человек с интересной судьбой. Дальше был такой поручик Сухотин, я всю жизнь думал, что он Сухотин, а, оказывается, он, говорят, Сухотин, да, вот, научные сотрудники так производят его фамилию Сухотин. Потом был доктор Лозаверт, который должен был отравить там Мадеру любимую, есть Распутиным и шоколадные конфеты. И Дмитрий Павлович. Вот о Дмитрии Павловиче мы поговорим сейчас отдельно. Вкратце, значит, что там случилось. Феликс пригласил познакомить Распутина с его супругой. Супруга была дочерью Ксении Александровной и Александра Михайловича Сандро, да, то есть она была прямой родственницей Николая Второго. Была очень застенчивая девушка. И все это знали, и Распутина, конечно, не терпелось на нее посмотреть, потому что она была красавица, и он об этом знал, но скромница. И он приехал... По одной из версий, он поехал лечить Феликса от гомосексуализма, от этих порочных тенденций, которые были ему присущи. Как вы понимаете, вы можете даже догадаться, с чьей подачи эта версия вошла в обиход. Вот. Ну, надо сказать, что Родзинский был одним из первых, на самом деле, кто вообще занялся изучением подробным убийства Распутина еще в те вот волосатые постперестроечные года. Ну, в общем, я не знаю, короче, может быть и это было, я там свечку не держал. Тем не менее, он приехал, у Феликса там была такая территория, это называется гарсонерка, да, то есть это то место, куда мужчина ходит отдыхать от пилежки мозгов, трахать любовниц, встречаться с друзьями и так далее. Феликс пригласил его в эту гарсонерку, которая была сделана, значит, архитектором Белобородовым на его вкус, и после этого, соответственно, сел играть на гитаре. Распутин пил вино, ел бирожные, с ним ничего не случается, Феликс поднимается, непонятно, что делать, ему говорят, мы прострелием, говорят, ты револьвер, Распутин стоит на медвежьей шкуре, рассматривает распятие. Феликс в него стреляет, у него шок, он весь такой весь из себя христианин, и как бы это грех, и бла-бла-бла, значит, пристрелил, поднимается, там, у него есть что-то не истерика, потом спускается, вот, он его взял любопытство, нагибается над Распутиным, слушает у него, там, пульс, сердце, ухо, значит, прикладывает, тут Распутина открываются глаза, он хватает Феликса за воротник, говорит, Феликс, что ты сделал, я сейчас скажу, старец, и тебя повесит. Фелик, значит, в ужасе выбегает, ну и тогда, чего, Порешкевич берет револьвер, спускается, видит, что пустая комната, и Распутин в саду туда дальше бежит, оставляя кровавый след, он его пристрелил. Дальше они, одного из них одевают, распутинскую шубу отправляют, чтобы отлечь внимание Феллеров, которые за ним наблюдали, сами грузят его тело в машину, отвозят на Крестовский остров, неподалеку от моего бывшего офиса. Место это они присмотрели исключительно, потому что там был рядом яхт-клуб, лаунг-теннисный клуб, да, то есть все те места, которые посещали богатые папики из Волтая Молодоши и все такое прочее. Там они решили его утопить, причем купили и гири, и цепи в ППХ, забыли их прицепить, скинули труп без них, труп, естественно, всплыл, еще и калоша там потерялась, в общем, ну, профессионал свое дело, да, такой прекрасный кейс про то, как можно потерять голову в экстремальных ситуациях, которые ты сам себя загнал. Ну, это как официальная версия, потом, соответственно, вскрылись британские архивы, выяснилось, что, оказывается, это все было замучено еще и британской разведкой, и, возможно, контрольный выстрел в голову вообще-то производил не Полешкевич совершенно, ну, в общем, это абсолютно в данном случае нам не важно. Нам интересно другое, нам интересно то, что в этом убийстве участвовал великий князь Дмитрий Павлович. И вот я почему в самом начале рассказывал, да, про дату, когда они это все дело планировали, они сидели со своими ежедневниками и смотрели, у кого здесь какие окна временные, ведь это же, ну, декабрь, это предрождественские балы, приемы, рауты и так далее, и все у тебя насыщено. И вот единственный день был более-менее свободен, даже не день, а ночь, у Дмитрия Павловича вот с 16-17 декабря, когда он не встречался ни с великосветскими телочками, и не порхал, значит, на балах, и не разряжал на своем автомобиле. И поэтому, собственно, они и выбрали эту дату. Дмитрий Павлович человек с довольно сложной судьбой. Значит, его отец Павел Александрович, родив, соответственно, сначала, ну, с помощью супруги, логично предложить, дочь, а потом сына, значит, вот мать умерла у Дмитрия Павловича. То есть он потерял мать, отец прожил там, по-моему, сколько, не по-моему, 11 лет и женился повторно. Ну, на самом деле, Павлу Александровичу можно понять, ну, что ему, как бы уже теперь в монахах, что ли, ходить? Но он женился не на представительницы владельного дома, и Александр III рассердился и запретил им уезд в Россию, поэтому Дмитрий Павлович потерял и отца. Значит, его отдали на воспитание к брату Павлу Александровичу, к Сергею Александровичу, как раз того, которого потом СССР это и взорвут в Кремле. Сергей Александрович, по очень многочисленным свидетельствам, был не совсем традиционной сексуальной ориентацией. Своей супругой Елизаветой Федоровной, которая была родной сестрой Александры Федоровны, супруга Николая II, он не вел половой жизни. И, в общем-то, вот Дмитрий Павлович оказался в такой странной семье, там воспитывался, тем не менее воспринимался Сергея Александровича как своего приемного отца. Его в 1905 году убивают, значит, социалисты-революционеры, непосредственно Ван Каляев, то есть он теряется и второго своего отца, да, ну, то есть, как бы, второй шок в жизни. И в итоге, когда совершилось это убийство, их посадили под очень жестокий арест, очень жестокий. Это было во дворце Белосельских и Белозерских, потому что этот дворец принадлежал как раз-таки Сергею Александровичу, ну, и, в общем-то, там Дмитрий Павлович и жил. И вся родня заступалась за него, она говорила, что нельзя Сергея Дмитрия Павловича отправлять на Персидский фронт, он там погибнет, бла-бла-бла, лучше его где-то, не знаю, здесь в имение отправить. В итоге царь не сжалился, отправил Дмитрия Павловича на Персидский фронт и, прикиньте, это его и спасло, да, потому что многие из тех, кто за него заступались, потом окончили, там, кто, значит, в шахте Балапаевске, кто еще в каких-то менее прекрасных местах. То есть, как не было бы счастья, да несчастье помогло, да. Потом Дмитрий Павлович уехал в Европу и там был такой, знаете, помесь Бельмондо и Челентано, мачо, крутил романы всевозможные громкие, о которых писали газеты. Но это уже отдельная история, нас не касается еще и сядет. А что нас касается, о чем я, как бы, рассказывал уже, значит, финальная точка всей этой истории, дело в том, что Феликс Ясупов, он эмигрировал, вывезя с собой массу всего прекрасного, в частности, бабки. Бабок было столько, что можно было просто плевать в потолок до конца своей жизни и ничего не делать. Но Феликс Ясупов, он привык к довольно расточительному образу жизни, и деньги довольно быстро закончились. Он там какие-то пытался финансовые махинации предпринимать, значит, парфюм какой-то свой изготовлять и так далее. Значит, когда это, когда петух начал клевать в его аристократическую пупу, вышел фильм в Голливуде. У меня есть как раз вот разбор в рубрике «Россия, чужой взгляд». В 1900, по-моему, 34-м году, но я могу ошибаться, там, может, в 33-м, может, там, в 35-м. Это не столь важно, примерно тогда. И в этом фильме была сцена, где Распутин, значит, насилует его супругу. А я уже сказал, что его жена была крайне застенчивая, и вообще, и все об этом знали, и поэтому Феликсу Ясупову было очень просто подать в суд на Голливуд. И он этот суд выиграл. Ему заплатили отступных, и после этого в каждом фильме, в каждом появился так называемый дисклеймер, что все, значит, события вымышлены, все герои придуманы, никакого соответствия с реальной действительностью, любые соответствия случайные и так далее, и так далее. После этого Феликс написал книгу своих воспоминаний, где я писал подробно в его интерпретации убийства старца. Тут уже дочь Григория Распутина, которая жила тогда в Париже, я об этом каждый раз рассказываю, на Австро-Весете, возле здания городского суда, подала в суд на Феликса, потому что, ну, он прямо признался в откровенном убийстве, но французский суд сказал, что дело давнее и не на нашей территории произошедшее. Поэтому, собственно, вот так вот. Как убийство Распутина, я имею в виду, повлияло на политику, значит, Голливуда? Как всю жизнь иногда бывает хитро сплетено и так далее? Вот это две таких, ну, вкратце истории, которые я хотел вам рассказать в своей интерпретации. Как вы понимаете, она несколько отличается от интерпретации стандартных гидов или прочих разных замечательных людей. Теперь, приходя сюда, вы будете и вот на это здание смотреть немножко другими глазами. А я планирую сделать здесь уже, ну, не по ссанам углам, а нормальную экскурсию, провести вас и по Малой Морской. Там будет и Набоков, и Аврора Шернваль, и Дени Дедро, и, собственно, и даже Михаил Глинка. Только там нам надо выйти в Перелок Пирогова ради этого. То есть сделаем в ближайшее время. Но и экскурсии по дворам и все такое прочее вас тоже ждут. И даже мы уже сняли две коммунальные квартиры, и даже мы сняли заброшенный особняк Павла Юрьевича Сазора. Мы это тоже отдельно скажем и смонтируем. Отдельно скажем, об этом отдельно скажем и это смонтируем. Напоминаю, что у меня выходит путеводитель Невский с Персом. Сдвинута немножко дата печати. То есть мне отдадут 20 июля из типографии. Я надеюсь, они так пообещали. И, ну, и же так, соответственно, ближе к концу июля я начну рассылать. То есть спонсирует это все дело, некое средство, которое у нас персонифицировано. И это прекрасный Валера. Валера поможет вам, если у вас заржавели гайки. Ну, в общем-то, если у вас заржавели мозги, то вы можете смотреть мой канал. Либо какие-то другие каналы, друзья, могут быть люди с более приемлемой для вас подачей. Если, скажем, моя подача вам не заходит, я никогда не претендую на то, что я идеальный и так далее. Есть правильные гиды, смотрите их или там какие-то правильные историки, пожалуйста. Вы вольны в своем выборе, я никому себя не навязываю. Экскурсии идут у нас в Петербурге. Среда, четверг, суббота, воскресенье. Сегодня Собянин до сих пор не разрешает проводить больше пяти в Москве, поэтому в Москве пока экскурсий нет. И хрен знает, может, и не будет в этом сезоне. А может, и в следующем не будет. Мы же не знаем, что там, как там дальше все начнет происходить. Все ссылки на мои ресурсы вы можете найти вот там, в описании под этим выпуском. И группа, инстаграм, и сайт, где можно книжку купить. Еще один маленький такой, такое маленькое обращение к вам, друзья мои. Если вы вдруг занимаетесь какими-то там танцами, особенно спортивными или рок-н-ролльными, я тут хочу снять видосик один сплошной на песенку под названием «Збриюсы, оставь усы». И мне нужно, ну, то есть я сейчас как бы набираю по своим, но тем не менее, и мне нужны вот любые желающие, которые готовы в этом поучаствовать. Ну, такой, знаете, свинг, рок-н-ролл, вот это вот все. Ну, в принципе, если вы вообще как бы умеете танцевать и готовы, так сказать, в шабаше в нашем принятии участия, то пишите мне, да. Можно писать мне ВКонтакте, можно писать через форму обратной связи на сайте, мне на электронный адрес, то есть мы договоримся. На этом все, с вами был гид Павел Перец. Ждите следующих выпусков, они уже на подходе. Увидимся в комментариях. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok